Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, вы меня просили записать обзор на Ареса, зайти протестить, я думаю, что это будет самый быстрый обзор, я уже зашёл в катку, посмотрел, сгорел, вышел и прямо сейчас готов вам уже поделиться, с вами уже готов поделиться теми эмоциями и что вообще это за корпус, как он там себя показывает и в чём вообще прикол его, да, то есть есть уже какие-то определённые свои мысли, хотя я, ну, сыграл на нём, может, минуту, может, даже меньше и, в общем и целом, больше ничего по этому поводу говорить не хочу. Изначально я неспроста сейчас нахожусь в гараже, я хотел бы прокачать прямо сейчас Мамонта, да, и просто посмотреть и сравнить характеристики данного корпуса и Ареса, по моему мнению, данные характеристики целиком и полностью совпадают, что одного корпуса, что второго, ну, по ХП так точно, короче, грубо говоря, для меня, мне так кажется, что это идентичный корпус, даже мощности, я так понимаю, что у Мамонта больше, масса 4000, мощность 1500, броня 4000, что касаемо Ареса, Арес, Арес, улучшение, мощность 1000, масса 4000, поворот, скорость поворота 50 и максимальная скорость 7, максимальная скорость моего Мамонта 6, то есть, чуть-чуть быстрее, поворотливость у Мамонта больше, мощность у Мамонта больше, грубо говоря, что мы имеем, мы имеем тяжелый корпус, который потенциально не является максимально игровым, ни для матчмейкинга, ни для чего, либо вообще другого, в том виде, который он сейчас имеется, мне он абсолютно не нравится, я сейчас зайду в бой, для вас вообще, ну, наглядно что-то покажу, да, возможно, вы уже там видели, этих кучу миллиардов тысяч обзоров, где ребята, возможно, там говорят, что, о, ой, я на маму тебе пикаюсь, какой хороший корпус, как он мне нравится, какой он крутой, какой он агибаторский и все дела туда-сюда, но я зашел в бой, мне хватило на обзор данного корпуса буквально секунд 30, и я понял уже спустя 30 секунд, что это корпус абсолютно ни о чем, абсолютно бесполезный, абсолютно неправильный, сделано для механики, все, да, то есть, ну, как можно играть на этом, ты поворачиваешь вбок, и у тебя корпус летит, летит вбок, как им можно нормально, адекватно повернуть, ты им никак адекватно повернуть с помощью башни, только можешь поворачивать адекватно, окей, если используем мышь, да, здесь все поворачивается более-менее, но это совсем другая механика, абсолютно другая механика данного корпуса, она не совпадает ни с любой механикой в этой игре, соответственно, корпусом очень тяжело управлять, он не является играбельным, плюс ко всему этому, он является тяжелым корпусом в игре, я единственное, что здесь не посмотрел и не проверил, это овердрайв, но я уже даже к нему и возвращаться не хочу, и смотреть вообще на него, короче, в общем и целом, я считаю, что это полная шляпа, вообще, абсолютно, вот если вот такое вот выйдет на основной сервер, то это будет полный бред, и корпус не оправдает ровным счетом ничего, если на него потратили год, то у меня для них плохие новости, для разработчиков, как можно сделать вообще такую шляпу, которая, ну просто ни о чем, это ни о чем корпус, просто ни о чем, он никак не подходит для игры в ТО, как можно придумать вообще летящий танк, летящий танк в игре про танки, танки летающие что ли бывают, что за бред, что за фантастика какая-то, при том раскладе, то что эта фантастика сделана максимально убого и плохо, какие полеты, какие повороты, как можно нормально управлять корпусом, который, сука, вообще абсолютно не поворачивается, но не поворачивается, что я могу сделать, это просто шляпа, которая бесполезная, абсолютно, при том раскладе, то что у этого корпуса хп 4000, такое же самое количество, как у Титана и Мамонта, если сравнить данный корпус с Титаном и Мамонтом, то просто это небо и земля, какой человек будет вообще себе брать вот это вот, вот это вот, да никто нормальный не возьмет себе вот это, им-то управлять невозможно, а как им вообще в принципе играть, да, возможно вы напишите, что я такой жесткий хейтер, сам не привык и теперь хейчу, но поймите одну простую вещь, для чего мне менять шило на мыло, ну определенно, ну для чего, для чего мне брать какой-то вот этот вот корпус, ох ты, как он жестко хавает и он еще себе дает аптечку, но это все равно фигня полнейшая, вы сколько времени тратите на то, чтобы у вас появилось, я хотел еще купить себе нетруху, чтобы посмотреть вообще, насколько быстро поворачивается там и быстро едет данный корпус, да ничего не изменилось, абсолютно вообще, то есть это медленный, никчемный, летающий корпус, которым абсолютно неудобно, неэффективно, абсолютно никак играть и я, ну для себя этот обзор сделал, ну максимально быстро, 30 секунд мне хватило, чтобы посмотреть и понять, что это такое, я не знаю, кто там что записывает, говорит возможно, ох какой крутой корпус, какой он же будет нагибаторский, абсолютно недоделанная, сырая вещь, которая на данный период времени в таком виде, если выйдет, то она будет полностью захейчена и никому она нафиг не будет, ну и ко всему этому, этот корпус еще и будет за донат, за донат такой корпус, отлично, вот такой лайк я ставлю, тем людям, которые делают такие вещи, лучше не занимайтесь вообще ерундой и не делайте что-то подобное, лучше измените вы челленджи, закончите уже с этими челленджами, придумайте что-то новое, интересное, а не придумывайте какую-то дичь в виде корпусов, которые абсолютно никак не решают, не интересны и по сути не будут никому нужны, я больше сегодня вообще ничего по этому поводу говорить не буду, я жестко сгорел, если вы поняли это, молодцы, я лишь вам, ребят, скажу, что не ведитесь на все это, да, если там кто-то захочет себе приобрести этот корпус, когда он выйдет на основных серверах, если он выходит в ближайшее время, то не вздумайте просто его выбивать, ну не тратьте вы, кто там имеет возможность, даже не пытайтесь тратить себе брать этот корпус, это просто полнейший бред, который никак не сбалансирован, никак не доработан, этому корпусу нужна скорость, нужна нормальная поворотливость, нужна дополнительная броня, чтобы он был хоть как-то актуален, но иметь такое же количество хп, как у тяжелого танка, при этом он не едет, не поворачивается, не крутится, для чего он нужен, он не нужен абсолютно, вообще ни для чего этот корпус, это полнейший бред, который этой игре не нужен, и еще, ко всему прочему, этот корпус будет эффективен, ой, вернее не эффективен, а возможен приобретению только уже в новой html версии, то есть флэш не поддерживает данный корпус, соответственно, на данный период времени, если такого вида корпус выходит, ну, я, то есть, как бы, ну, от своих слов не буду отказываться, я, возможно, там запишу еще видос, там буду гореть, бомбить, да, там, как всегда, там дно пробито, все дела туда-сюда, но вы знаете, да, как у нас всегда это бывает, когда такие вещи выходят, когда у меня сгорает, и когда я просто начинаю уже, ну, говорить все, что у меня на душе имеется на данный период времени, и все. Если вам, друзья, понравился данный видеоролик, если вы согласны с моей точкой зрения, прожмите лайк на этот видеоролик, будет мне очень приятно, если вы не подписаны на канал и подпишетесь, мне будет вдвойне приятно, ну, и нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать ничего, проверьте, может, у вас у кого-нибудь слетел, колокольчик, у меня пару дней не было, сейчас уже со стримами возвращаемся, 22 часа по московскому времени, 22.30, где-то так каждый вечер мы будем залетать со стримасиками, поэтому подлетайте, будет приятно провести вместе с вами время, пообщаться, обсудить, возможно, какие-то определенные моменты, ну, и в комментариях жду вообще вашу точку зрения по данному замечательному, интереснейшему, в скобочках нет, конечно же, корпусу, что вы вообще думаете по этому поводу, согласны вы со мной, не согласны, напишите, мне будет интересно вообще почитать, возможно, кто-то меня просто захейтит и скажет, что я ничего не разбираюсь, но если уж такие ребята будут, которые мне скажут, что там я что-то не дошарил, то попрошу вас полностью рассудить, объяснить и сказать вообще, в чем плюс вот этого замечательного корпуса, потому что для меня это полнейший бред, который я никогда в своей жизни на данный период времени, если вот такой вот корпус выйдет, я для себя никогда не захочу его прокачивать, играть и вообще, ну, просто страдать. Ну, для чего? Для чего мне учить какую-то новую механику, новый геймплей, когда есть отличные, старые, интересные, замечательные корпуса, которые всегда будут эффективны? Для чего мне что-то новое, никчемное, медленное, неудобное? И еще есть новая механика. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи и всем пока.